Посмотрим на классические примеры основания. Когда человек стал рассматриваться серьезно как личность в связи с нашей сегодняшней европейской мировой культурой? Любой учебник вам скажет, на это стали обращать внимание в эпоху гуманизма. Это относительно верно. Поэтому посмотрим, что же дал нам вот этот знаменитый гуманизм. Сегодня многие говорят, что с эпохи ренессанса, с эпохи гуманизма начался глобальный кризис европейской культуры, который привел ее в то состояние, в котором находится сегодня. Что там были посеяны первые семена человека Божия, которые в конце концов лишили человека образа и подобия Божия. Но на самом деле все обстояло сложнее. Первые гуманисты, скажем, Эразм Роттердамский, Спико Деломирандолан, или у нас на Востоке представители христианского гуманизма, такие как Григорий Палама, византийский мистик. Все они исходили из мысли, что достоинство человеческой личности является центром и основанием для общества. В то же время само достоинство человеческой жизни опирается не на само себя, не в себе черпает оправдание, а имеет онтологическую основу. Онтологическую основу. То есть корениться в самой сути бытия. Гуманисты, конечно, понимали, что человек это животное. Что человек должен питаться, дышать, размножаться, спать и так далее. Что это его родница всем миром. Но они в то же время считали, что ядро человеческого существа обладает величайшей достоинством. К сожалению, у нас не переведен трактат Гикко Деломирандолы, замечательного вундеркинда, в юные годы написавшего книгу о достоинстве человека. Писатель, находившийся под влиянием знаменитого проповедника и поэта Джеролама Савонаролы во Флоренции. О достоинстве человека, пожалуй, вы можете найти в переводе «Отрывки» из этой книги в первом томе «История эстетики», «История эстетической мысли о памяти». Так вот, достоинство человека в раннем гуманизме определялось через Библию, через раннее христианство и через патристику. Патристика, как, вероятно, вы слышали, это классическое наследие христианской мысли античного времени. Но все-таки все уходит в Библию. Все. И сегодня в кратких чертах я вам покажу, какова модель библейского понимания личности. Тезис первая. Человек создан по образу и подобию Творца. Что это означает? Это означает, что если в нашем организме все структурировано по образу и подобию материального мира, неживого и живого, я думаю, что развивать дальше эту мысль не нужно, она и так полезна, то в нас есть нечто, что отсутствует в этом неживом и живом мире. Это нечто является духовностью, то есть специфической особенностью человека. Именно эта особенность делает его Творцом, позволяет ему преобразовывать землю, загаживать землю, позволяет свободно идти навстречу злу, выбирать добро. Животное не выбирать. Психология любого животного является в значительной степени, в значительной степени, не целиком, отображением процессов, которые происходят у него в организме. Напротив. То, что происходит у человека, часто идет вопреки требованиям организма, часто бросает вызов элементарным потребностям тела, возвышается над ними. У нас и у вас в учебниках вы найдете, что вот был средневековый дуализм человека. Дуализм души и тела и так далее. И уже этим словом как бы припечатывается. Как будто дуализм это некое философское преступление, которое в философском уголовном кодексе карается таким-то таким-то образом. Ну а если дело устроено дуальным способом? Вот вы посмотрите у литературы веков. Сейчас они изучают дуальные модели мифологии, в легендах, в сказаниях. Вам, наверное, некоторым придется знакомиться с трудами Левистроса и наших структуралистов. Дуальные системы пронизывают культурное наследие. Не будем же мы за это клеймить структуралистов. Так вот, природа вещей такова, что человек является двойственным существом. Или, если хотите, существом двуединным. Для этого не надо быть ни философом, ни биологом, ни психологом. А просто человеком. Начните с элементарного самонаблюдения. Что нам дается в первичном опыте? Нам дается вот та точка внутреннего пространства, откуда мы познаем мир. Откуда мы видим этот мир? Видим, я имею ввиду, не обязательно в зрительном смысле. Если у человека повреждены бывают потом все рецепторы, он продолжает обладать этой точкой. Он все равно имеет вот этот стержень. Вот это особую, осевую в человеке часть, осевой элемент, который делает человека человеком. Так вот, возвращаясь к библейскому учению, мы говорим так, что тело человека создано из праха земного. Так говорит нам вторая глава книги «Бытия». Что означает прах земной? Это образ материи, образ того, из чего складывается все бытие. Пыль, так сказать, мироздание. Как это происходило, об этом не учат священные книги. Об этом не говорит и не изучает никакая религия. Потому что для нее безразлично, произошел ли человек таким образом или иным. Произошел ли он от приматов или от хищников. Вы, наверное, слышали, что есть теория, будто человек произошел от медведя. Так вот, эта компетенция антропология, причем такой естественно-научный, не психологический антропология. Но важно, что природа здесь с человеком единым. И источником нашего психофизического континуума является природа. Далее. Начинаем искать в мироздании то, что делает человек и человеком. Свободную волю, нравственность, самосознание, творчество, создание нового. Вот я сейчас был в школе, вот перед вами. И я расскажу вам, что в юности занимался бобрами, изучением повадок, поведения бобров. И ночью в заповеднике наблюдал, как они строят свои хаши. Уверяю вас, что бесчисленные поколения бобров, муравьев, пчел и других животных, которые создают себе дома, повторяли всегда одни и те же традиционные, скажем по-человечески, формы. Они не творили. Не было такого корбюзье у бобра, который вдруг решил создать хатку себе в виде храма Василия Блаженного. Нет. Творить то, что еще не существует, может только человек. Творить то, что в природе нет добра и зла. Когда говорят о естественно-научной этике, говорят о деревянном железе. Потому что естественно-научное исследование нейтрально по отношению к морали. Химические процессы, которые и физические, и физиологические, которые происходят в организме убийцы, такие же, как в организме человека благородного. Разницы принципиальной здесь нет. Холодновато, ну что делать, иначе вам будет еще... Так вот, природа не знает добра и зла. Поэтому строить культуру только на натуралистических основах, это значит вести ее в тупик аморализма. Мы это все прекрасно знаем на собственном опыте. Потому что наш двадцатый век, дав в руки человеку, потерявшему нравственные ориентиры, убийственные инструменты для разрушения других жизней, поставили сегодня человечество перед глобальной катастрофой. Очень важно подчеркнуть, что исследования в области уголовного права и процессуального и так далее, показали, что не угроза наказания, не высшая мера, а только имманентные факторы внутренние, присущие человеку, являются тормозом, способным противодействовать причине преступления. Настоящие преступники никогда не боятся наказания. Более того, они включаются в эту игру. И у них есть определенный спортивный запал здесь, даже и азарт. Только если он скажет себе, что это нельзя, внутренне скажет. Вот это может его остановить. Таким образом, полагая, что уголовный кодекс для нас заменил библейский заповедь, мы глубоко ошибаемся. Потому что уголовный кодекс чтут обычные люди, неприступные. Преступник его не чтит. Он живет по законам совершенной дыни. Итак, нравственный принцип, творчество, самосознание, неописуемое, потому что это слишком близко к нам, неописуемое единство того, что мы называем личностью. Но вы все хорошо обрадуете известные слова трагического человека, который писал «Голос единицы, тоньше писки». Но никто бы никогда, собравшись толпой, не мог бы написать «Облако в штанах». Такие вещи пишет единица. Через личность проходит поэзия, музыка, всякое творчество. Не бывает философской системы, которую бы люди, собравшись, спридумали коллективно. Картина, написанная толпой художников, говорят, никогда не будет столь прекрасна, как сознание, гения и индивидуально. Личность – это священное. Вот почему Библия говорит, человек создан по образу и подобию Божию. Ибо в основе мироздания лежат силы, которые способны были создать такое существо, такое начало, как человеческая личность. И в ней отражаются общие космические законы, сверхкосмические законы, законы высшей духовности. Образ и подобие природы с одной стороны, образ и подобие творца с другой стороны. Вот причина дуальности, двойственности человека. Двойственности, которая позволила поэту сказать «Я царь, я Бог, я червь, я раб». Вот это постоянная трагедия человека. И в то же время возможность победы человека, она и создает красоту его жизни. Если бы мы жили только по законам психобиологическим, то никогда бы этого не было. разумеется, здесь можно сказать о значении социальных факторов. Но, друзья мои, когда мы говорим о социуме, ведь мы должны сначала создать человека, а потом социум, потому что социальная жизнь и при этом сложнейшая имеется у многих позвоночников. Между тем, мы отличаемся от социума антилоп, гно или крыс. как бы не были сложны социальные отношения, стадия обезьян, где есть свои фюреры, свои классы, свои революции, свои виды и формы обрядов подчинения и господства, все-таки у человека что-то другое, следовательно, сначала должен был быть человек, а потом человеческое общество. потому что социальная жизнь сама по себе, если бы она фатально и автоматически вела бы доминизации, то половина животного мира превратилась бы в людей. Все кругом было полно людей. Мы знаем, что социальная жизнь свойства, я не беру низших животных, свойства значительной части млекопитающих, значительной части птиц. Вот возьмем только теплокровные. Они все живут по своим законам социальной жизни. Более того, эти законы распространяются часто и на ячейку социума, то есть семью. Не надо думать, что личная жизнь млекопитающих или птиц это что-то беспорядочная и безобразная, как бывает иногда у людей. Обратите внимание на популярные хотя бы труды по зоопсихологии, которые у нас имеются. Как тонко, как строго все устроено, какие сложные брачные ритуалы, обряды, ухаживания существуют у птиц и у млекопитающих. Значит, социум с его законами есть в животном мире. А вот человек создает иной социум, совершенно иной. Это касается и труда, между прочим, потому что процесс работы становится трудом только тогда, когда он осознан. Надо дальше объяснить. Все так и многие другие партии. Теперь дальше. Второй, если мы рассматриваем древний библейский текст, то мы должны понимать его как символ, символ человека. Там сказано, что Бог создает человека из праха и духа. Потом он повелевает ему дать имена животных. Что это означает? На Древнем Востоке Господин давал имена своим слугам. Это был признак его власти. И когда человек становится властителем природы, он нарекает имена животных. Это было понятно древним читателям. Сегодня нам нужен только небольшой комментарий. Далее. Бог говорит, «Нехорошо человеку быть одному. Создадим ему помощника. И вот является жена. И они становятся одна плоть». Посмотрите, что учит Библия о любви. Отнюдь дается любовь не для размножения. Размножение возможно и без любви. А вот любовь без встречи двух невозможно настоящей. И Бог не сказал, что вот человек первозданный, он не может размножаться, надо делать ему самку, чтобы он мог размножиться. Нет, там сказано, нехорошо человеку быть одному, создадим ему помощника. И вот рождается жена из серебра человека. Гребро в древности символизировало жизнь. И Ева названа «хамба» по-древнееврейски, значит жизнь, аномасия живущая. Что это означает? Что мужчина и женщина могут стать потенциально одним человеком. Что ни мужчина, ни женщина не являются полнотой человеку, человечества, существа. А что полнота достигается в их взаимной любви, в их единении. поэтому Библия говорит крепка, как смерть, любовь. Это та грандиозная сила, которая должна связывать людей. Единство это цель мироздания. Подобно внутриядерной энергии, которая связывает элементы Вселенной, если эту энергию выпростить, она становится разрушительной. Так и энергия любви должна быть колоссальной силой, энергия особая. Так вот, сказано дальше, что будут двое плоть едино. И не слово одеть, потому что это второе, это второе. А здесь две личности встречаются и образуют третью. И третья личность это не ребенок, а двое любящих, которые способны смотреть на мир глазами друг друга, которые становятся имманентны друг другу. Понимаете, каждый человек, он трансцендентен другому. Он замкнут в клетке собственного яда. И вам не надо это объяснять. И начинается это с раннего детства, когда человек просыпается во тьме и видит только свои ручки еще, окружающие для него смутно, он чувствует себя центром нераздания, он потребитель, он сосет, он вбирает в себя жизнь. Он по определению эгоцентр. Но когда человек взрослеет, эта тюрьма должна быть разбита, а она у нас остается. И мы несем на себе эту клетку, тащим, в которую наше сердце заключено. А вот любовь есть первый божественный удар, разрушающий эту клетку. Нехорошо человеку быть одному. Далее. Со времен Жан-Жака Руссо было принято считать, что человека портит цивилизация. Вообще она действительно его портит. Но человек почему-то такое существо, что и без цивилизации он тоже портится. И что вспомните классический пример, я возьму из литературы у Пушкина Олега. Это ведь полемика с Руссо. Потому что герой цыган решил, что он пойдет простым людям, и он сразу простится, и все будет прекрасно. Но ничего подобного. Страсти там тоже бушуют. Тоже бушуют. Вспомните Казаков, Льва Толстого. Да и просто обратите внимание на свой личный биографический опыт. Люди из сюда люди, грехи из сюда грехи. Все цивилизации не надо на нее валить. Цивилизация нейтральна. она может быть использована и в добро и в основе. Так вот, Руссо считал, что первобытный человек, как того раза, как чистая доска, был прекрасен. И вот когда возникли социальные институты, когда начал развиваться наука и техника и прочее, вот тогда все стало плохо. Это неверно. это неверно, как неверно то, что только изменение социальной структуры может улучшить человеческое общество. Или неверно то, что если мы накормим всех людей, они станут счастливее. Практика высокоразвитых стран сегодня показала, что там отнюдь не наступило царство счастья. вероятно вы слышали, что Швеция одно из самых благополучных стран занимает чуть не первое место по самоубийству наркомании. Казалось бы, вот она, мечта, мечта, все наелись, все напили, все оделись, все, так называемый американский образ жизни, нажимай кнопку. Оказывается, нет. Оказывается, это тупик. И здесь человек вызывает уважение. Вот если бы эти шведы удовлетворились, успокоились и не стали бы пьянствовать и безобразничать, я бы их не уважал. Вот то, что у них наступил этот кризис, я понимаю, что они живые люди. Оказывается, человек этого мало. Человек другое духовное существо. Его нельзя кормить подачками, как медведя в цирке. Так сказать, поощрили они, поощрили. Вот поощрили, все дали. И тут-то человеку становится вид. Кроме того, человек вид очень неблагополучный, кризисный внутри вид. Возьмите простой пример. Среди влекопитающих, даже хищных, нету случаев, чтобы шла жестокая внутри видовая борьба. Чтоб, скажем, львы шли стенкой на стенку на других львов и пожирали. Этого нет. Посмотрите на человека. С самого начала человеческой истории этот вид занимается самоистреблением. Нет такого, залоги такого не знают. Значит, что-то неблагополучное в этом видит. Эрик Фром, с трудами которого вы, наверное, уже познакомились, хотя бы с некоторыми, надеюсь, что познакомимся более подробно, утверждал, что в нашем подсознании эхом отдается тот кризис, который произошел в момент осознания человека самого себя. Собственно, сам антропогенез, сам миг, когда человек стал человеком, оторвал его от природы. И он чувствует себя чужаком в природе, отдаленным от материнского лона, а ему всегда не комфортно, всегда неуютно, и вот здесь основа всех неврозов, всех кризисов человеческого мытья. Право? Да, правда, но не полностью. Дело в том, что здесь не только дело в природе. может человек остаться в соединении с природой. Мы знаем, что очень одухотворенные и тонкие люди были отделены от природы, были в городах. И наоборот, в сельских местностях была дикость и жестокость, и нельзя сказать все это однозначно. что говорит нам Библия? Она говорит о том, что человек, да, действительно, в начале своего существования произошел перелом его бытия. Это называется грехопадением, или первородным грехом, или некой болезнью нашего вида. Вот в чем была ошибка Руссо и прочее. Человек вид не совсем здоровый, хотя он богоподобен, хотя в нем отражена искра космического разума, он при этом существо болезненное. Так вот, вот это зло, которое живет в человеке, оно и создает внутренние кризисы, не обусловленные часто внешнего воздействия. Ивлейское сказание символизирует это в виде образа древа познания добра и зла. Ну, вероятно, вы все это помните, так, попересказано. Древо познания добра и зла есть символ мироздания, которым человек захотел управлять сам, независимо от воли Творца. И здесь произошел надлом. Когда вы будете изучать этнопсихологию в той степени, в которой вы изучаете, вы заметите, что в культурах первобытных народов господствует один принцип важный, во всяком случае профилированный, это принцип магии. Человеку хочется научиться таким приемам, которым можно заставить служить себе и богов, и силы природы, все, что есть, и духов, и девов. то есть добудет воля моя. Вот в чем принцип магии. И этот принцип объясняет нам тайну грехопадения. Когда человек посягает на это древо, он говорит воля моя, а не воля Творца. И все ломается. Но ломается не полностью. Продолжается диалог человека с вечностью. начинает раскрываться история того, что мы называем Библией история спасения. То есть диалог человека с Творцом, когда он получает заповеди, когда он получает указания, и человек борется и восходит, и отказывается назад. То есть это драматический путь, это история, которая продолжается и сегодня. Она не только заключена в Библии. и это происходит на личностном уровне. Разумеется, есть и коллективное мышление, но чаще всего оно бывает примитивным. Когда собирается много умных людей, они немножко глупее. Слишком много здесь вступают в игру какие-то факторы старые совершенно. Так вот, личностный выбор. Это мы находим во второй части Библии, в Евангелии. Евангелие возвещает нам, что Бог открывался всегда человеком через сложные явления природы, через мудрость, закодированную во всей структуре Вселенной, которая в этом красноречиво свидетельствует, что Он являлся через великих мудрецов, подвижников, святых. Но более всего и абсолютно Он является в личности Иисуса Христа. Это универсальная личность. Она является средоточием мировой истории. Недаром наше для тысячи сетей начинается Рождество Христово. Мы будем скоро праздновать двухтысячелетие христианства. И в прошлом году праздновали тысячелетие Церкви Христовой в нашей стране. Русской Православной Церкви. Так вот, христианство возносит личностное начало на абсолютную высоту. В Евангелии прямо сказано, что человек есть Сын Божий. Адам. в Евангелии говорится Адам Божий. Кто же такой Адам? Часто мы не понимаем глубины этого образа. А ведь это образ всего человечества. Об этом неоднократно говорилось в христианском учении, что человек един, что наши личности являются как бы частями, но это плохо сказано, я употребляю слово только для удобства. Единого человечества организма. У Карла Густава Юнга это приняло форму, как вы знаете, коллективного бессознательного. Вероятно, вы с этим уже знакомились. Да, он это открыл. Он открыл экспериментальным образом и через свои мысли и сновидения коллективной бессознатии. Он открыл то, что христианство давно знало. точно так же, как и Фрой открыл методику снятия неврозов, которую мы в исповеди практиковали уже столетиями. Все это было. И все это действительно реально, и все это действительно подняло. Если вы помните, у Юнга каждый человек причастен общечеловеческому бессознательному. Вот это и есть наш всецелый Адам. Об этом прекрасно говорит Вячеслав Иванов, великий русский поэт, который теперь возвращается в нашу культуру. Поищите его поэму «Человек» она называет. Я думаю, что она будет и гороиздана. Она говорит об этом. Даже позитивист Огюст Конт говорил о Граунд Этер, великом существе, перед которым благоверить. Это человечество. Эмиль Дюргейм, произведение которого вам тоже надо было узнать, это автор одного из крупнейших исследований о психологии самоубийства. Он писал о том, что человечество часто поклоняется самому себе. И скажем, есть в народном обливотворении богиня Афина человек поклонялся своему обществу в лице этой богини. На самом деле здесь было предчувствие единства человечества. Здесь содержится глубинное, антологическое, бытийственное, непрагматическое основа для уважения к человеческой личности. Альберт Швейцер говорил о благоговении перед жизнью. Я с ним согласен полностью. Более того, мы должны научиться любить жизнь, любить живые существа. Мы оглохли и ослепли. Мы себя обокрали, потому что рядом с нами природа, которая является нашей сестрой и матерью в каком-то смысле. Да, научиться это все любить. Это же процесс внутренний, глубокий. Это целая школа. Но мы не должны забывать о главном, что человек должен научиться благоверия не только перед жизнью, а перед человеком. Когда наш век наследник века бюхнеров и малешотов, которые считали, что ничего нет в мире, кроме материи и силы, когда наш век, решивший, что человек это просто говорящие и думающие животные, когда он стал относиться к человеку как к массе, когда он стал презирать личность и полагать, что ее голос тоньше писка, и это уже достаточно, чтобы ее уничтожить как муху, тогда цена человеческой души, человеческой жизни упала до минимума. Тогда можно было истреблять миллионы, как будто бы разбрызгивая над грядками ДДТ и не чувствовать при этом ничего. Была перестроена психология, извращена психология человека и жизнь человеческая потеряла цену, личность потеряла цену, достоинство личности потеряла цену. И это не просто печальная и неудобная картина, она обязательно будет вести нас к новому катаклизму, если не наступит время переосмысления, если мы не вернемся исходным духовным основам, на котором было построено европейское и русское общество, то мы еще много-много будем видеть горького, тяжелого и ужасного. я понимаю, что это нелегко, что у нас из головы выветривались самые высокие и самые необходимые ценности, но хотя бы, друзья мои, прагматически, ради выживания людей на земле, ради того, чтобы нас не съела преступность, все время возрастающая, растление души, ради этого хотя бы надо задуматься. Еще в прошлом веке Тютчев писал, не плоть, а дух растелись в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Да, с плотью у нас часто все благополучно. Мы здоровы, млады и сильны. Но ведь плоть это как раз одна лишь сторона человека и наименее человеческая. А если уж дух растлился, то жди беды. Это не просто пустое мрачное пророчество. Это естественный вывод из событий нашего времени, которому наше поколение было свидетелем, и может быть кто-то из вас что-то задел и почувствовал. А с чем-то вы познакомились в прессе, в литературе, человек, если его лишить главного богоподобного свойства, окажется перспективой дегуманизации. Достаточно сказать, что девятнадцатый век надавил нас наукой без предмета. Ибо если зоология изучает зоожизнь, но жизнь есть, а психологик изучает что? Псюхи это душа, а души-то нет. Это наука без содержания. Вот к какому нонсенсу в конце концов мы приходим. Так вот, чтобы этого не было, необходимо спокойно, серьезно, объективно подойти подойти к тому наследию, на котором выросла и великая русская культура, и вся европейская культура, и в конце концов вся культура мировая. Корнем культуры является вера и духовность. Из нее вырастает любой прекрасный плод культуры и цивилизации. Так было, начиная с каменного века, так будет всегда. Любые отклонения будут вести тупики, из которых все равно придется возвращаться на главную дорогу. Спасибо. Спасибо.